Всем привет! Сегодня вместе испечем торт вишня в шоколаде. Напоминает потаившее шоколадное мороженое с приятной свежей вишневой начинкой. В первую очередь испечем бисквит. Берем 200 граммов муки, 200 мл молока, 170 мл подсолнечного рафинированного масла, 4 больших яйца, 300 граммов коричневого сахара или можно обычный белый, 80 граммов какао-порошка, половина чайной ложки соды и полторы чайной ложки разрыхлителя. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Выпекать буду в разъемном кольце, диаметр нужен 20 см. На дно стелю фольгу и пергамент. Фольгу натягиваю и фиксирую, чтобы снизу тесто не подтекало. Духовку включаю разогреваться до 170 градусов. Смешиваю сухие ингредиенты. Муку, какао-порошок, разрыхлитель и соду. Пока откладываю в сторону. В миску для взбивания разбиваю яйца. Смешиваю миксером, можно просто венчиком. Взбивать не нужно. Всыпаю сахар, выливаю масло и молоко. Перемешиваю. Просеиваю сухие ингредиенты и перемешиваю миксером до однородности на минимальной скорости. Можно перемешать венчиком. Кольцо ставлю на противень. Выливаю в него тесто и переношу в духовку. При 170 градусах выпекаю бисквит 1 час 10 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить без остатков сырого теста. Бисквит оставляю полностью остыть. Я часто пеку и духовка быстро загрязняется. Недавно попробовала экологичные средства для чистки духовых шкафов Вандерлаб. Мне очень понравилось и вам рекомендую. Средство распыляю на стенке духовки и оставляю на 5-10 минут. Тереть ничего не нужно, просто вытираю тряпкой. Если в каких-то местах остался нагар, можно нанести повторно. Этим же средством мою решетку. Мыть комфортно средство без едкого запаха. И при этом очень эффективно. Духовка как новая. У Вандерлаб очень большой ассортимент. К примеру, есть пена для мытья овощей и фруктов. Она без запаха, смывает воск, пыль и грязь. Есть средства для уборки дома, стирки, косметические средства для взрослых, детей и животных. Ссылки оставлю в описании к видео. Остывший бисквит подрезаю по краю тонким и острым ножом. Бисквит можно испечь заранее. Завернуть в пленку и хранить в холодильнике. Верх бисквита срезаю. Выравниваю его. Разрезаю на три коржа. Сам бисквит в таком виде получился высотой 5,5 см. Я разрезаю ножом для хлеба зубчиками. Сначала подрезаю по краю, а потом углубляясь к центру, разрезаю полностью. Влажные пористые коржи получаются. Дно бисквита хорошо поджаривается, поэтому плотную корочку лучше срезать с нижнего коржа. Готово. Для начинки берем 370 г вишни. Ее заранее нужно разморозить. 150 г сахара, 15 г кукурузного крахмала, 10 г желатина и 50 мл воды. Желатин заливаю водой и оставляю набухать. Вишню измельчаю. Перекладываю в ковш вместе с соком. Сахар смешиваю с крахмалом. Вишню нагреваю. Всыпаю сахар с крахмалом, помешивая, довожу до кипения. Когда закипит, варю примерно еще полминуты. Снимаю с плиты и сразу же добавляю набухший желатин. Размешиваю до полного растворения. Накрываю в контакт пленкой и оставляю остыть. Когда остынет, убираю в холодильник на 30-40 минут. Для пропитки бисквита смешиваю 100 мл воды, 100 мл молока и 20 г сахара. Довожу практически до кипения, но не кипячу. Оставляю остыть. Когда начинка начнет густеть, хорошо ее перемешиваю и делаю крем. Для крема нужно 100 г молочного шоколада. Можно взять половину молочного и половину темного. Для более шоколадного вкуса. 400 г творожного сливочного сыра, 100 г сливок для взбивания, 40 г сахарной пудры и 10 г какао-порошка. У меня алкализованный для более насыщенного вкуса. Шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке. Оставляю остыть. В большой миске для взбивания соединяю сыр, сливки и сахарную пудру. Взбиваю в плотный стойкий крем. Просеиваю какао. Одну столовую ложку крема смешиваю с остывшим шоколадом. Перекладываю обратно. Хорошо перемешиваю. Теперь собираем торт. Каждый корж хорошо пропитываю. Тонкий слой крема. По кругу делаю бортик. Выкладываю половину начинки и выравниваю ее. Бортик из крема увеличиваю. Сверху закрываю кремом. На одну прослойку уходит половина крема. Второй корж. Все точно так же. И теперь третий корж. Хорошо его пропитываю. Вверх смазываю остатками крема. Бока выравниваю. Закрываю пленкой, сверху кольцо. Убираю торт в холодильник пропитываться на ночь. Для верхнего покрытия делаю такой же крем, как и в начинку. Только половину порции. Кремом покрываю бока и верх торта. Убираю в холодильник на 10 минут. Обрезки за ночь подсохли. Я их измельчила блендером. Получилась крошка. Присыпаю бока торта. Сверху украшаю оставшимся кремом. До подачи на стол торт убираем в холодильник. Торт получился диаметром 20 см, высотой 8,5 см и весом 2,4 кг. Большой, красивый, пропитанный. Шоколадный, но не приторный. В меру, как шоколадное мороженое. Вишня добавляет легкость и свежесть. Друзья, на этом все. Как всегда, желаю вам удачной выпечки и до новых встреч!